Здравствуйте, наши дорогие друзья! Все прекрасно знают, что на Новый год наши ребятни в России приносят подарки Дед Мороз. А вот немецким детишкам приносят подарки Санта Клаус. Ведь он делает это всего один раз в году. Интересно, а есть ли у него помощники? Да, конечно, есть помощники в таком важном и очень нужном деле. И вот сейчас мы узнаем о нем, об этом мастере кукол по имени дядюшки Лео. Из сказки «Ева Тарлетт. Каждый год Новый год». Далеко-далеко отсюда, возможно, что и на краю света есть высокая-превысокая гора. У нее такие крутые склоны, что ни одному человеку еще не удавалось забраться на вершину этой горы. А если бы и удалось, такой человек не увидел бы ровным счетом ничего интересного. Только туман и снег повсюду. Гора была такой высокой, что снег здесь никогда не таял. «Э-э-э, да тут же ничего интересного нет», — сказал бы отважный скалолаз. И очень сильно ошибся бы, потому что на вершине этой одинокой горы стоял самый странный и самый смешной на свете домик, в котором жил маленький кругленький румяно-человечек. Его звали дядюшка Лео, и он был самым искусным на свете кукольных дел мастером. Он уж и не помнил, когда построил свой дом на вершине горы, среди сугробов и ледяных скал. Может, сто лет назад, а может и тысячу. Однако дядюшка Лео помнил точно. Весь год он должен мастерить игрушки, которые Санта-Клаус в праздничную ночь Нового года развезет по всем домам, домикам и домишкам, где живут дети. Никто не останется без подарков, ведь на то и новогодняя ночь. Верно? Дядюшка Лео умеет делать все игрушки на свете. Велосипеды, кукол, имеющих говорить мама, подводные лодки, которые могут плавать в ванне, хлопушки, кукольные домики, солдатиков, медвежат и зайчиков, настольные игры, почти настоящий арбалет, мячики и прыгалки, настоящие крылышки феи на резиночке. Когда Санта-Клаус приезжает забирать игрушки, они уже готовы. Все упаковано в красивую подарочную бумагу и аккуратно подписано. И каждый год Санта, улыбаясь в пушистую белую бороду, говорит, дядюшка Лео, ты и есть настоящий волшебник. Вот вернусь и сядем с тобой пировать за праздничный стол. Однако в этом году все пошло не так. Как обычно, уже и декабрь подходит к концу, а дядюшка Лео все еще мастерил игрушки за игрушкой, тревожно покачивая головой, баромоча себе под нос. Ох, не успею, ох, опоздаю. Он так торопился все доделать, что ему даже некогда было дойти до собственной кровати. И как-то раз дядюшка Лео уснул прямо за столом, положив голову на пожарную машину. Пришлось потом чинить ее. Он красил и клеил, шил и прикручивал, выпиливал и выжигал, наряжал и строил. Но в одно прекрасное утро случилась катастрофа. Дядюшка Лео, не глядя, сунул руку в ящик, где у него хранили всякие полезные штучки. Стеклянные глазки для зайчиков и мишек, белокурые локоны для кукольных принцесс, винтики и гаечки для роботов, ленты, кружева, клей, яркие краски. И с ужасом понял, что в ящике пусто. Дядюшка Лео едва не разрыдался. Теперь я не успею, теперь не успею. Санта-Клаус скоро постучится в мою дверь. А что я ему скажу? Впрочем, вскоре он нашел выход из положения. Отправлюсь вниз в городок, что стоит у подножия горы. Там наверняка можно найти все необходимое для моих игрушек. Уже вечерело, когда дядюшка Лео уселся на свой снеголед. Он был просто потрясающий. С колесами, чтобы ездить по земле, полозьями, чтобы скользить по глубокому снегу, и двумя пропеллерами, с помощью которых снеголед взымал воздух. Управлялся он при помощи обычных педалей. Ты ведь наверняка умеешь кататься на велосипеде, правда? Скажу по секрету. Лео как раз и соорудил свой снеголед из старого велосипеда. Как же красиво было в праздничном наряженном городке. Везде горели разноцветные фонари. Возле каждого магазинчика на главной площади стояли нарядные елки. Повсюду носили счастливые и румяные дети. Только вот мастеру Лео было не до праздника, не до красоты и даже не до детей. Он очень ужасно страшно спешил. А во всех магазинах и магазинчиках толпился народ. Люди покупали подарки. Но у Лео не было времени ждать в очереди. Ведь уже совсем скоро в его дверь должен постучать Санта-Клаус. И в полном отчаянии Лео вытаскивает большие ножницы. В крутом вираже он спускается вниз и несется по улицам городка, срезая на ходу все, что может ему пригодиться. Щелк! Кусок алой ткани у Лео в кармане. Щелк! Кудрявый господин ахнул и схватился за голову. Лео острик у него прядь волос. Щелк! Щелк! И мальчишки хохочут над своим товарищем, у которого связанные шапочки исчез большой пушистый помпон. Особенно негодовал лавочник. После налета дядюшки Лео у него исчез один из его великолепных, ухоженных, изящно закрученных усов. Дядюшка Лео наскоро бормочет извинения и разворачивает свою чудо-машину над городом. Дело не закончено. Теперь ему надо поскорее попасть домой и доделать все игрушки к приходу Санта-Клауса. Вернувшись домой, дядюшка Лео, не теряя времени, приступил к работе. Вскоре раздался звон колокольчиков, и вот Санта-Клаус уже подводит своего оленя к дому мастера. С собой у него большие корзины из ивовых прутив и деревянные сундуки, чтобы сложить в них подарки. Однако Санта явно обеспокоен. «Лео, друг мой, скажи, а ты не забыл отремонтировать мои сани?» Дядюшка Лео так и замирает на месте. Впервые за сто, а то и за тысячу лет. Он забыл про Сани. Дядюшка Лео так расстроился, что чуть не заплакал. Санта стал успокаивать его. «Ничего страшного, мы обязательно что-нибудь придумаем». Разумеется, друзья находят выход. Санта-Клаус отправляется в полет на чудо-машине дядюшка Лео. А сам дядюшка Лео впервые летит вместе с Сантой раздавать подарки. Санта садится за руль и начинает крутить педали. Поначалу он делает это не слишком уверенно. И машина то и дело заваливается на бок. Лео сидит позади него и крепко-крепко держится. Ах, какое приключение! Какой удивительный полет над спящим городом! Вскоре Санта уже довольно уверенно направляет чудо-машину к очередной печной трубе. И Лео помогает ему спуститься вниз по веревке. Большие и маленькие сверки исчезают в трубе. Утром дети найдут их возле камина или прямо под нарядной елкой. Санта улыбается и негромко желает всем детишкам на свете здоровья и счастья. Когда они возвращаются домой, Лео чувствует себя таким уставшим, что едва успевает дойти до стола. На столе и ждет шоколадный торт. Но Санту Клаусу предстоит его есть в одиночестве. Дядюшка Лео сладко спит, положив голову на стол. И на губах его играет счастливая детская обувь. Вот такая у нас романтичная и добрая сказка. Книга снабжена и иллюстрирована замечательными рисунками, очень красочными, яркими. И также выступал автор в качестве иллюстратора. Эва Тарли нарисовала эти рисунки. Вы можете прийти и взять эту книгу в нашей библиотеке. Спасибо всем за внимание.